В 21 веке сложно представить себе, что кто-то отапливает свой дом дровами. Ведь казалось бы, что в современном и быстро меняющемся мире этот вид обогрева дома давно должен исчезнуть из нашей жизни. Однако для многих жителей Тверской области это суровые реалии жизни. Может ли измениться ситуация в ближайшем будущем в сюжете нашего корреспондента? Холодная зима для отдаленных деревень настоящая проблема. Ведь там, где все еще нет газа, дома отапливают дровами. А это целая процедура. Сначала их надо заготовить, наколоть, принести в дом, чтобы просушить и только потом растопить печь. И так ежедневно практически 6 месяцев из года в год. К слову, сейчас для отопления одного дома требуется 5 телег дров. Это больше 20 кубов. Вот что нам в октябре этого года рассказывал местный житель Калязинского района. Сейчас телега дров стоит от 7 до 10 тысяч. С вечера протопил, утром встал, уже все меньше 20. А оно же не постоянно тепло держится. Это действительно большой подспорь. Зимой требуется заготовить около 15-20 кубометров дров. При этом стоимость твердого топлива в 10 кубометров, включая доставку, может достигать 15 тысяч рублей. И у многих менсионеров, которые до сих пор топятся дровами, возможности выложить такую сумму нет. Дрова для меня, лично для меня, это самое-самое главное сейчас. Сил-то уже больше нет. А без дров, вот видишь, какая погода-то. В такой ситуации, как пенсионерка Зинаида Романова, многие жители региона. Доступ к заветной трубе до сих пор получили не все. Уровень газификации области на конец 2021 года составляет чуть более 70%. В заготовке дров пожилым людям вот уже седьмой год помогают волонтеры проекта «Подари дрова». Его идейный вдохновитель – волонтер из Торжка Николай Романенко. Рассказывает, как зародилась идея. С 2007 года я занимаюсь оказанием адресной помощи на дому бабушкам и дедушкам. Просто стал замечать, бабушки и дедушки дома находятся в тулупах. Или стал у бабушек интересоваться, почему вы дома находитесь в тулупах. Вы же не на улице, а вы дома. И вы не с улицы пришли. Ну и бабушки все, как одна, стали говорить о том, что пенсия маленькая, и они не могут позволить купить себе необходимый объем дров для того, чтобы отопить его полностью. Отапливается дровами или углем сейчас 13 муниципалитетов Тверской области. На юго-западе это Нелидовский городской округ, Весегонский, Западнаддвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Шарковский, Бельский и Торопецкие районы. На северо-востоке это Весегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. Ситуация должна измениться к 2025 году. Губернатор Тверской области Игорь Рудений и руководитель Газпрома Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения на ближайшие пять лет. На территории Верхней Волжья намечено построить 1100 километров газовых сетей и 148 километров газоотводов и обеспечить газом свыше 46 тысяч домовладений. Очень важно, что сейчас в муниципальных образованиях идет активный процесс формирования внутрепоселковых газопроводов, которые уже в следующем году будут подключены через межпоселковые газопроводы, которые идут из городов из одних муниципальных образований и других муниципальных образований, будут подключены и уже придет природный газ в те муниципальные образования, особенно северо-восток мы говорим и юго-запад нашей территории, которые исторически не имели возможности подключиться к газу. Сегодня в рамках программы газификации затраты на внутрепоселковые сети берет на себя регион, в том числе подводку к дому. Далее расходы ложатся на собственника, а они не маленькие. Технические условия, проект, материалы, краны, трубы, счетчик, котел, батареи плюс работа. Для дома в 120 квадратов подвод газа к плите от уличного цоколя обойдется минимум в 200-300 тысяч рублей. Однако для многих газ еще остается мечтой. И отличной альтернативой может стать установка собственного автономного газоснабжения. Подставляет это собой следующее. Рядом с домом, там где нет возможности провести магистральный газ, закапывается емкость, сосуд, работающий под давлением, так называемый газгольдер. В него под давлением закачивается газ, устанавливается, скажем так, газовый котел. И люди начинают пользоваться по аналогии с магистральным газом. Система работает автономно и не требует мест складирования дров или дизельного топлива. Верхневолжская топливная компания предлагает полное сопровождение своих клиентов более пяти лет бесплатно. В течение пяти лет мы людей готовим к самостоятельной эксплуатации сосуда, работающего под давлением. Объясняем, куда смотреть, зачем наблюдать, как определить остаток газа. Обучаем работе с котлом. Верхневолжская топливная компания создана в 2013 году и имеет собственную сеть заправочных станций. На них можно заправить автомобиль, а на ГЗС на Московском шоссе 24 можно заправить газовые или бытовые баллоны. Заполняются они по весу. Баллоны заполняются до нормативного уровня в 22 килограмма. Это максимальный уровень, на который можно заправлять бытовые баллоны. Прежде чем заполнить баллоны газом, их проверяют на исправность. Если дефектов не выявлено, на специальной установке баллон отправляют на весы и происходит заправка. Так стоит ли ждать, пока центральное газоснабжение придет в ваш поселок, если можно уже сейчас отапливаться с помощью современного оборудования. Продолжение следует...